Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Страшно сказать, но это приветствие от меня слышите в этом году уже в трехсотый раз. Именно так, друзья, несмотря на то, что я начал записывать обзоры по фарме Симулятор 22 только 22 июня 2022 года, вы уже слышите от меня, друзья, трехсотое приветствие в трехсотом обзоре. Впрочем, друзья, не в этом дело, и прежде чем я продолжу накидываю пилики, я бы хотел начать с главной темой этого, друзья, видео, а именно с подарка. Подарок совсем не от меня, а от Джеки Беларуса, он же Евгения Шарамета, который всем знаком по многочисленным конвертам и доработкам карты Бухалова. Он с позволения Дэна Бена сделал еще один конверт его карты, а именно карты совхоза Рассвет. Ссылочка на карту в описании к этому видео, поэтому, друзья, благодарим Женю за эту работу и пользуемся с удовольствием этой легендарной картой. Думаю, она вас обязательно порадует, как всех нас радовало и в предыдущей версии игры. Так что, друзья, скачивайте и дерзайте, ну а я продолжаю со своей лирикой новогодней. Ну, прежде чем, наверное, сказать вам самые искренние слова своих пожеланий, я, наверное, должен что-то сказать, подвести какие-то итоги из жизни своего канала. Конечно, я могу безумно много и долго рассказывать о том, как строился мой канал, с такими проблемами сталкивался и сталкивается действительно безумное количество. Но хочется говорить о хорошем. И в первую очередь, друзья, я бы хотел сказать вам огромное спасибо за то, что вы со мной, за то, что вы доверяете моей работе, проявляете к ней интересы, поддерживаете. Конечно же, я хотел бы за то же поблагодарить авторов модов, с которыми я уже работаю не первый месяц. Без вашего, друзья, интереса, доверия, поддержки, ничего бы этого не было. Потому что все строится в работе моего канала исключительно на моем энтузиазме, на вашем интересе и доверии. Если бы вот этого всего бы не было, то бы это бы и не жило, и мой энтузиазм бы ничем бы не поддерживался. Ведь все начиналось же с чего, друзья? В июне месяце с моего маленького психоза. Меня очень сильно удивляло. Ну, как же так, ребята? Столько авторов каналов на ютубе стримят с десятками и сотнями тысяч подписчиков. Почему-то они не делают обзоры по фарминг-симулятору 22. Ведь чего нам нужно нормальным адекватным игрокам? Вот если мы чего-то не понимаем на карте, покажите нам это в коротком обзоре, что там где на карте находится. Либо покажите нам моды, что они собой представляют, имеют ли смысл их качать. Простые, банальные вещи, минус 20-15, там не нужны стримы 2-3 часовые. Вот коротко и ясно, и дальше мы пойдем играть, заниматься своими делами, чтобы потом вечерком кайфануть, посидеть на ферме. Но вот этого всего не было. Меня это действительно напрягало, и поэтому 22 июня этого года я записал свой первый обзор по карте Бухалова Нью. И пошло как-то поехало. Тогда у меня было всего два подписчика на канале. Канал, кстати говоря, существует мой. с января 2021 года. Сейчас у нас уже, друзья, почти 2400 человек на канале. И кажется, что за эти 6 небольших месяцев прожито целая жизнь. Потому что путь канала был тернист. Надо было доказывать свою состоятельность. Действительно быть интересным и вам, и авторам. Потому что без их доверия тоже как можно попросить для вас на обзор какой-то интересный мод, которого нет в оптике. Чтобы вы могли оценить его, получить представление о нем. Разумеется, приходилось над этим много работать. Над тем, чтобы авторы меня узнавали. Действительно, с человеческой стороны понимали, что вся моя работа, которую я выполняю на канале абсолютно бесплатно, она исключительно с добрыми намерениями. Чтобы, с одной стороны, были информированы игроки и вы, друзья. С другой стороны, чтобы все вы знали авторов модов. Их работа действительно заслуживает уважения. Они тратят огромное количество времени на эту работу. Ведь, поверьте, хлопот и забот у них хватает не меньше, чем у нас. Они такие же обычные люди, которые ходят на работу, у которых есть свои семьи. И при этом они еще как-то находят это время, чтобы создавать моды. А время они тратят долгие месяцы на эту работу. Поверьте на слово. Поэтому такие вот, друзья, дела. Главное, еще раз повторюсь, что вот в этой цепочке длительных, сложных событий, проблема перевода, скажем так, трудностей понимания. Тем не менее, все срослось. И сейчас я могу сказать, что по большей части есть доверие большинства авторов и от вас, мои уважаемые зрители, что, конечно, для меня очень сильно важно. На этом взвиждется. Вся жизнь моего канала, все мои идеи рождаются только благодаря вот этому доверию, интересу и вашей поддержке. И в дальнейшем я повторяю свои друзья рады. Не хочу, конечно, в преддверии Нового года говорить о каких-то проблемах, с которыми сталкивается мой канал. Сталкиваюсь я их очень много, их хватает. Нервяка, куча. Я, честно признаюсь, неоднократно подумывал о том, чтобы свернуть проект Кедрини Фени. И канал, и группу ВКонтакте. Все хотел просто забросить, потому что на нервной почве все это меня дергало. Но, тем не менее, понимая, что, а кто подхватит это знамя, кто будет заниматься этими обзорами, я пока не понимаю. Поэтому продолжаю для вас, друзья, стараться. И в дальнейшем пока есть силы у меня, пока есть это желание, сделать для вас интересные вещи, интересный контент. Ну и вот, завершая разговор обо всем этом, избегая лишнего нытья, хотел бы вам, друзья, много чего хорошего пожелать. Я обычно в своих обзорах желаю в первую очередь здоровья. Вы, конечно, скажете, что это такая банальщина. Все желают этого здоровья. Но, поверьте, друзья, это безумно важный момент. И к этому мысли я пришел давно уже, не только после ковидных времен, когда мы тут по домам сидели и нас на улицу даже не выпускали. Если только у тебя нет собаки, то да, тогда 100 метров, а в остальном шаг право, шаг лево расстрел. Нет, здоровье безумно важная вещь. Я это понимаю на своем примере. И мне приходится, к сожалению, не первый год бороться за здоровье своей мамы. Его, к сожалению, не купишь. Сколько бы ты денег не гробил вдогонку, чтобы это здоровье вернуть, ты его все равно целиком не вернешь. Поэтому я, друзья, желаю, чтобы это здоровье было перманентным. Вот оно было всегда с вами. И оно вас не тревожило никак. И вы не обращали на него свое внимание. И то, что вы могли бы тратить время на походы в больницы, в аптеки. Вот оно, это время было у вас свободным. Свободным на ваши любимые семьи. Ну и на любимые занятия ходят хобби, например, для игры Farming Simulator 22.19. Ну и какие версии вам там интересны. Конечно же, как человек, который работает в сфере тепловой энергетики, я желаю вам тепла, света, уюта в ваших домах. Это самая важная семья. И дом, это место, куда мы возвращаемся. Там, где нас всегда поймут, примут. С самыми даже нашими безумными идеями. И после наших даже бывало и не самых слабых простых косяков. Но тем не менее, семья это святое. Дом то, что невозможно заменить. И, конечно же, друзья, чистого мирного неба над головами. Его действительно сейчас очень не хватает. И хотелось бы, чтобы оно у нас всех было одинаково, голубое, с ярким-ярким солнышком. Чтобы поэтому не были, летали исключительно пассажирские самолеты. Ну, а я, друзья, буду с вами потихоньку прощаться. Вы прекрасно понимаете, год у меня был тяжелый. Все-таки 300 обзоров за полгода. Это, конечно жесть. Я в ближайшие дни буду отдыхать. Постараюсь восстановиться к концу новогодних выходных. Они взглянутся до 8 января включительно в России. Поэтому в этот период, скорее всего, ни одного обзора на YouTube не будет. Ну, вот дальше там, разумеется, буду что-то для вас уже придумывать. Если уж где-то моя жизнь будет активно идти, ну, или более-менее активно, то, возможно, в группе ВКонтакте. Но, опять же, на сколько сил моих на все это хватит. Все-таки я планирую в ближайшее время отдохнуть. И, друзья, я вам искренне желаю, чтобы в эти праздничные дни вы хорошенько отдохнули. С наступающим вас, друзья, 2023 годом. С Новым годом. С новым счастьем. Надолго не прощаюсь. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Елочка Елочка любит веселых детей. Мы приглашаем на праздник гостей. Пусть эта елочка праздничный час Каждой иголочкой радует нас. Радует нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы приглашаем Мы приглашаем на праздник гостей. Пусть эта елочка в праздничный час Каждой иголочкой радует нас. Радует нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова